Приветствую вас! Давайте мы с вами, наверное, сразу определимся с несколькими важными терминами и понятиями. Значит, забыть человека нельзя. Это можно сделать только через гипноз. Но гипноз не уберет у вас сами негативные ощущения, просто вы не будете понимать, из-за чего у вас такие чувства. Поэтому вы не будете понимать, значит, почему вы грустите и так далее. То есть, именно забыть нельзя. И на самом деле здесь скроется такая системная, то есть, постоянно распространенная ошибка в мысли людей. Дело в том, что вам не забывать нужно человека. Потому что это память и из памяти эти воспоминания не уйдут. Вам не забывать нужно. А вам нужно менять свое отношение к этому. И приходить к мысли о том, что раз вы не можете его забыть, значит, он вам почему-то нужен. И нужен вам именно он, и только с ним вы видите свое счастье. Заметьте, только с ним вы видите свое счастье. Без него свое счастье вы не видите. То есть, для вас единственный вариант пока быть счастливой, это быть с ним. И это является самым важным, что, с одной стороны, вы его идеализируете. И идеализация это, по сути, проецирование на другого своих человек. Вот, например, допустим, я не считаю себя идеальным. Например, я выбираю человека, партнера, которого я считаю идеальным, и он для меня идеальный во всем. Да? То есть, как бы через него я пытаюсь реализовать то, чего нет у меня. Это идеализация. И, соответственно, в зависимости очень важно деидеализировать. Обычно деидеализация происходит сама, ну, естественным образом. Но у вас, у вас идеализация не произошла. И, соответственно, нужно ее проводить самостоятельно. Вам. Вместе с психологом. То есть, перестать идеализировать человека. Перестать приписывать ему те качества, которые вы приписываете. Отслеживать, что движет вами в приписывании ему этих качеств. И вот эти вот самые мотивы, которые заставляют вас приписывать ему качества определенные. Эти самые мотивы направляют в другое, концептивное, я бы сказал даже личностное русло. То есть, чтобы вы сами самостоятельно действовали в тех направлениях, которые заставляют вас идеализировать человека. Далее. Счастье. Счастье, вообще, очень интересный момент. Если вы не можете этого человека забыть, значит, вы считаете, что вот только с ним, вот именно только с ним, только с этим человеком, вы будете счастливы. То есть, ни с кем других, ни с кем еще, вы счастливы не будете только с ним. И опять тоже заблуждение. Потому что счастливой вам нужно быть самостоятельно, без помощи кого-либо. То есть, если вы изначально не счастливы, если вы изначально не обладаете, ну, достаточным уровнем, скажем так, гармонии, да? То у вас как раз таки и получается та проблема, о которой я говорю. То есть, вам, чтобы быть счастливой, нужно быть с ним, с этим человеком. А это неправильно. Это неверно. Потому что вам, получается, одной счастливой что-то будет мешать. Ну, в принципе, то, что сказал мой колено, по большому счету, да? Что вот вы, либо вы боитесь одиночества, либо вы не уверены в себе, либо у вас страх отношений близких. То есть, тут вариантов много. Вот. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, ситуация не ограничивается только этим, и я поясню почему. Ну, во-первых, познакомились с мужчиной, встречались пять лет. Познакомились с мужчиной где? Это, по-моему, первый момент. Познакомились где? По поводу чего познакомились? То есть, я имею в виду, как бы, что вас объединяет, да? Что вас связывает между собой. Что у вас общего. Вот. Встречались пять лет. Здесь тоже важно. Если вы встречаетесь с человеком, там, ну, пять лет, то, в общем-то, срок довольно большой, срок пять лет, то, соответственно, вы, вероятно, о чем придумали. То есть, почему вы позволили мужчине встречаться с собой пять лет, и не сделать вас, при этом, своей женой? Ну, тут, на три года, в принципе, на два года, уже можно понять, имеет ли смысл от человека ждать чего-то серьезного или нет? Вы ждали пять лет. Вот и вопрос. Почему? Почему так долго? Вы ждали. На что-то надеялись. Не доверяли себе. Терпели. Если терпели, то, обязательно, что и ради чего. И так далее. Либо вами двигали какие-то установки, что, типа, вот, если мужчина там обещает, то нужно его ждать, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, какие-то вещи, какие-то вещи заставляли вас поступать. Определенным образом. И, соответственно, нужно выделить эти моменты. Какие вещи заставляли вас поступать определенным образом? Почему именно так? И чего вы ожидали? Далее. Он был не свободен. Но говорю, что он абсолютно свободен. Согласитесь, что это немного странно вручить. То есть, вы только что написали совершенно противоречивую вещь. То есть, мужчина говорит вам, что он свободен. При этом вы знаете, что он не свободен. Но все равно продолжаете с ним находиться в отношениях. Ну и у меня, собственно, к вам вопрос. А зачем тогда? Вы с ним зачем тогда вместе-то находились? Вы с ним зачем тогда в отношениях-то были? Если вы были в курсе, что он не свободен. Почему вы позволили себе быть не единственной для него? Изначально, ну там, в каких-то первых эпизодах. Мужчина это увидел. И подумал, хм, так а чего это я? Она вроде бы не особо против того, чтобы быть не единственной. Уходить не собирается от меня. Так а почему бы и нет в таком случае? Почему бы мне не поиспользовать ее? Понимаете, да, как обстоят дела? Понимаете, да, ситуацию? То есть, мужчина, он действительно поступал как бы не очень хорошо. Это понятно. Но он так действовал изначально. А вы не позволили ему так себя вести? С собой. Именно с собой. Вопрос в том, почему. У него всегда было много девушек. Ну, здесь как-то вот, прямо, знаете, ревность вижу, вижу я. Да, то есть, вы ревнуете, возможно, сравниваете себя с этими девушками и так далее. Возможно, даже думали о том, что у вас нету того, что есть у них, например, и так далее. И, возможно, даже пытались что-то сделать для того, чтобы у вас было то, чего по вашему мнению вас нет. И я уверен, что вы прикладывали усилия к этому, и я уверен, что усилия вы прикладывали немаленькие к тому, чтобы быть не хуже этих девушек. Но тем самым вы еще больше теряли себя, теряли свою привлекательность, а мы еще не показывали, что вы в нем нуждаетесь. То есть, пацаны растворялись в нем, а растворяется, вы теряете привлекательность для партнера своего. Мы хорошо общались какое-то время, и есть и хорошие воспоминания. Но он часто меня принижал и унижал. Все время ко мне придирался. Наверное, злился, что я считал его старым. Но опять же, тот, кто он злился, тот, кто он придирался, тот, кто он принижал и унижал, это как бы его проблема. Это его ответственность. Вопрос в том, почему вы это позволяли ему. Да, да, следующий момент. Он на 20 лет старше. А сколько вам, вы не сказали. Но в любом случае, 20 лет это периодное различие, серьезная разница в возрасте. И здесь, скорее всего, заметены детско-родительские отношения. Если быть честным, то отношения с отцом. И, на мой взгляд, здесь имеет место быть проявление комплекса электро. То есть, вы чувствовали себя недолюбленным отцом. Либо, наоборот, были приучены только к отцовской любви. То есть, у вас, ваш отец не был с вами мужчиной. Мы с вами только отцом, например. Либо, наоборот, мы были только мужчиной и не был отцом. То есть, это вот такие различия в поведении, да, родители. Они несущественные, но, то есть, несущественные с точки зрения поведения, но существенные для вас. Ведь вы, почему-то, выбрали мужчину такого, старше вас настолько. Это всегда история про отца. Это всегда история про детско-родительские отношения. Тут всегда стремление в мужчине, этом мужчине увидеть, или видеть, или найти отца. То есть, что получается? Стремление избежать ответственности. Стремление перекинуть ответственность в себя, а вас она приводит, вас она давит, на другого. Отцены, кстати, и зависимы у вас. Сложно. Потому-то вы из мужчины в пределах 5 лет. Вы на него какие-то, надо же, ну, какие-то функции свои, какие-то обязанности свои, какой-то ответственности своей привесили. Вот. И не можете уже по-другому взять? Не можете. Не получается у вас. И, конечно, разбирать, насколько у вас сильная зависимость. То есть, по такому короткому вопросу нельзя следить, насколько у вас большая зависимость. Но, если не большая, то, соответственно, это регулярная будет терапия, можно от нее избавиться. Проработать бесконечные отношения, неуверенность в себе, самотенку поднять, да, то есть это, в принципе, можно. Вот. Если вы не уверены в себе, то, соответственно, надо понять, в чем именно, то для себя определить, в чем именно, я не уверен. А что я могу сделать, чтобы уверенность в себе повысить? Вот. И если у вас занятие на самотенке, то, соответственно, во-первых, надо вспомнить, кто вы такая. То для вас ценно, то для вас важно, какие у вас принципы. Вот. Ну, это просто для начала. То есть, вот, что такое самооценка, да? Это я сам себя оцениваю. Вот. Вы себя сами оценивать перестали. Вы больше ориентируетесь на оценку других людей. А оценка других людей – это всегда нечто корыстное. То есть, конечно, не все люди такие, безусловно. Есть люди, которые оценивают адекватно. Вот. Но, тем не менее, нельзя в зависимость ставить в себя свою самооценку от взгляда других людей. Ну, по аналогии, да. Вот, например, банальный пример приведу. Вот, если вам на улице скажут, что вы, там, дура, например, вы поверите людям? Вы поверите в то, что вы, ну, что вы действительно дура? Или нет? Понимаете, да? Понимаете, о чем я говорю? Понимаете, что я хочу сказать? То есть, вопрос именно в этом, на самом деле. Вопрос именно в этом. Почему вы то, что думаете о себе, ставите в зависимости от других людей? Так. И как только я перестал о отношениях в этом году держались на интиме. Ну, здесь, опять же, не совсем понятно, да? То есть, вы говорите, держались на интиме. Это обвинение его, мужчины, например, в том, что это вот негодяй держал ваши отношения на интиме. Какой плохой человек. Или это констатация факта. Или это сожаление. То есть, контекст. Какой контекст того, что вы пишете? Что-то это плохо, если вы думаете, что, ну, например, что мы скажем, что это плохо. Нет, мы этого не скажем. Ну, по крайней мере, я не скажу, что это плохо. Потому что объективно, объективно, люди так живут. Люди так живут. И, в общем, если их, людей, все устраивает так, то какие могут быть проблемы там? Главное ведь, чтобы устраивало. Понимаете? Главное ведь, чтобы нравилось людям. Если людей все устраивает, то почему нет? Пусть спят. И пусть это будет только единственной основой для их отношений. С чем проблема? Понимаете? Но! Но! Вас это не устраивало. Понимаете, в чем дело? Вас это не устраивало. И вы перестаетесь с ним спать. Вы перестаете с человеком спать. И он меня выгнал. То есть, вы у него жили. А вы у него жили. Вот и еще один вопрос к вам. Почему? 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 Человек. Мужчина. Вас выгнал. Почему? То есть, почему вы обоставили себя так, что это вы у него живете? Ну, жили. А не он у вас. То, что это ваш выбор, это безусловно. Я ваш выбор не берусь как-то оценивать. Выбрали, решили как поступать. Это право ваше. Мне интересует все другое. Тем это обусловлено. То есть, считаете ли вы нормальным это? Если да, окей. Но, если вы считаете это нормальным, то, наверное, вы и нормальным будете считать, кто-то вас выгнал. Потому что, если мужчина пять лет замечается женщиной, если он не делает ее своей женой, и она остается, по сути, бесправной, то есть, не имеющей, не имеющей права вообще ни на что. Но, да, то есть, ну, по сути, вот. То есть, ну, по сути, вот. Предполагать, она не может не предполагать, что ее выгонят. Рано или поздно. Потому что мужчина, который пять лет встречается с женщиной, он ее использует. Обнат-нат. Ну, мы об этом и сами, в принципе, говорим. Сейчас он счастлив другой. Откуда вы знаете? Откуда вы знаете, что он счастлив другой? Ну, вот, конкретно вы. Откуда знаете? Я вам скажу по секрету, что не может быть счастлив тот, кто поступает с женщинами так, как поступил ваш товарищ. Не может быть счастлив тот, кто вот так с женщинами себя ведет. Понимаете? Не может быть счастлив этот человек. И он счастлив до поры на время. Пока она, женщина, делает то, что он хочет. Да. Все, здорово. Он действительно нас счастлив. Вот. Но вы же понимаете, что это временно. Что женщина, она не будет постоянно делать то, что хочет мужчина. Значит, не рабынь его. Понимаете? То есть, что происходит? Здесь опять же происходит идеализация. Идеализация его жизни. То есть, вы говорите, что вот, у него все хорошо, он счастлив. Поэтому вы забываете о том, какой это человек. Чтобы он был счастлив. Вы забываете. И раз вы решили, раз вы решили, что он может быть счастлив, значит, скорее всего, вы обесценивали себя. Обесцениваете себя. Мол, вот он со мной счастлив не был, а с ней счастлив. Я ему завидую, я хочу быть счастлива с ним. Или я не смогла сделать его счастливым, например. То есть, это и есть идеализация. По сути. Твои. Почему вы решили так? Откуда у вас такие мысли? Опять же, потому, что вам нечем его заменить. У вас не было других мужчин. Верно ведь? Эээ, ну. Когда вы причитались с ним. Вот не было других мужчин. За вами никто не ухаживал больше. Правильно? Правильно. И ваш смех, он, по сути дела, сузился. Сузился до, знаете, до размеров вот этого мужчины. А так быть не должно. До замужества, до помолвки. До серьезных отношений. Так быть не должно. А вот то есть. И мой вопрос, он только один. На самом деле. Почему? Опять же. Почему? Почему? Почему вы позволили этой ситуации произойти? С вами. Вот какой момент. Понимаете? Вот что важно. Понимаете? Это важно. Далее. Посоветуйте, когда вы человеком, которым могло что-то сладиться. А что указывало на то, что с ним могло что-то сладиться? Скажите, пожалуйста. Почему вы думаете, что с ним могло что-то сладиться? Ведь он с вами только спал. Если я правильно вас понял, он с вами, то только спал. И вопрос. А что могло тогда сложиться? Вопрос. А на основе чего должно было сложиться у вас, если вас объединял только секс, отношения на интиме держались? Или вы думаете, что из интима могло вырастить что-то большее? Нет. Из интима что-то большее вырастает очень редко. Подумайте сами для себя. Подумайте сами для себя. Что указывает на то, что у вас могло что-то получиться? Не ваше ли это желание? Не ваше ли желание вы проектируете сейчас на эту ситуацию? Вы говорите, что у вас могло бы получиться? Вы говорите, что у вас могло бы получиться только потому, что вам это нужно. Только потому, что вы этого хотите. Не потому, что человеком действительно могло что-то получиться. Нет. А именно, именно только потому, что вы этого хотите. Ну и получается, получается так как? Что вы ошибаетесь? Получается так как, что не могло ничего получиться? Потому, что человек на вас использовал только. Использовал, ладно, использовал ваши желания, использовал ваши зависимости от него. И все на самом деле. И больше не было ничего здесь. А теперь вопрос еще раз. Чем обусловлена ваша надежда? Вы не можете его забыть, как правильно вам сказал мой коллега. Именно по этой причине. По причине того, что вы допускаете, что вы вместе все-таки могли быть. А вместе вы быть не могли. Никак. Это было невозможно. По крайней мере, без вашего уничижения. Дальше, значит, так. Спасибо. Ну, просто спасибо. Пока не очень понятно. Вот. Потому, что о зависимости сами вы не избавитесь. Так вот. Просто. Нужна помощь. Нужен ресурс, как я уже сказал. Вот. Чтобы был ресурс, вам нужна обратная связь с психологом. Для того, чтобы именно психолог в процессе бесед научил вас этому ресурсу. Дал вам этот ресурс. Вам нужна проработка детско-родительских отношений. Ну и, в общем, всего того, что я сказал. Чтобы не повторяться. Так что, спасибо. Я думаю, говорить пока не за что. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.